Это видео я снимаю на рукодельный конкурс, в котором нужно сшить свою игрушку и написать про нее биографию. Я сшила две игрушки, но биографию составила только одну, потому что первая игрушка показалась мне более красивей. Вот эта игрушка может показаться вам некрасивой, потому что я сшила ее в самый первый раз и назвала ее Мистер Кэт, но биографию к нему не составила. Ну а пока я расскажу вам о Дейзи. Это очень прикольная кошечка, которую я сшила сама, причем вручную, потому что как назло моя швейная машинка сломалась, но получилось довольно забавно. А сейчас я немного расскажу вам о Дейзи. Сама Дейзи выглядит очень прикольненько и ее взгляд устремлен куда-то под небосклон. У Дейзи очень хорошенькая биография. И сейчас я вам прочитаю ее. Дейзи еще очень маленькая, так как ей всего один месяц. Водители у нее маковые кошки. Это можно заметить по красу шерстки, потому что на ней изображены маки. Причудливый недостаток Дейзи. Иногда ей кажется, что она такая вкусная, что она хочет съесть себя. Ее любимый цвет красный и синий. Тоже можно заметить по красу ее. Моя любимая еда это булочка с маком. Ням-ням. Дейзи раздражает, когда ее гладят против шерстки. И еще по секрету, когда бабочки от нее улетают. Моя любимое занятие ходить на маковые поля со своими друзьями и нюхать аромат маков. Ее хозяйка Мэдлин Хептер! Мяу-мяу, люблю свою хозяйку. Придумала, что я хозяйкой будет Мэдлин Хептер, потому что я обожаю Мэдлин Хептер. Лучшие друзья Поппи и Холли. Так же, как и монстряшки, Дейзи ходит в школу. Ее любимый предмет маковеденье. Нелюбимый резьба по дереву, потому что они купят бедные деревья. Сейчас я покажу вам биографию. В правом верхнем углу мы можем увидеть изображение маков и корни растений и стебли. А в нижнем углу мы можем увидеть ее лучших друзей Поппи и Холли. Холли и Поппи. Здесь, в общем-то, вся информация о ней. В левом нижнем углу мы видим изображение прекрасной ее хозяйки Мэдлин Хептер. Сама биография украшена различными цветочками, сердечками, звездочками, салютами, цветочками. Так, а сейчас я расскажу вам, как я сшила Дейзи. Учайло мне показалось трудным, как сшивать две половинки. Но мама мне все объяснила и помогла. Поэтому я сотворила вот такое хорошенькое маленькое создание. А иногда я запутывалась в узлах. Но все-таки потом выходила из положения. В этот день я поняла, что значит создать что-то своими руками. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч! Люблю вас! Всем пока, любимые!